Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мы можем уже начинать? Все уже собрались? Напишите мне, пожалуйста, вы хорошо меня слышите? Замечательно. Добрый день! Меня зовут Светлана. Светлана Деньг. Я сотрудник Мандарино-Ренту в Мюнхене и очень рада вас приветствовать в этот солнечный день. Не знаю, как у вас там, у ваших городов. У нас замечательная погода, солнышко. И сегодня я вам буду рассказывать о Мюнхене сначала. Наш вебинар состоит из двух частей. Я первую часть буду вам рассказывать, в первой части буду рассказывать о Мюнхене, о Баварии, а потом я расскажу вам о нашем отеле. Во-первых, я хотела поблагодарить Alacart Travel за такую замечательную возможность делать эту презентацию и чтобы все собрались в таком большом количестве. Замечательно. Все меня уже слышат. Тогда мы начнем. И я начну сначала с видео о Баварии и о Мюнхене, чтобы вы хоть чуть-чуть почувствовали нашу атмосферу, которая у нас в Мюнхене. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, что они закрывают С 24 декабря все закрыто То есть 25-26 в Мюнхене все закрыто И ярмарок больше нет Так ваша информация Идем дальше Посмотрите, пожалуйста, на карту Европы Я хочу и почему показать вам карту Европы Потому что вы видите, где Мюнхен Мюнхен находится в самой середине Европы Отсюда вы можете начинать свое путешествие по Европе. Вы можете прилететь на самолете в Мюнхен, сесть на поезд, взять машину и везде по всей Европе ездить. У нас из Мюнхена до Австрии, до Зальцбурга всего полтора часа на машине. До Швейцарии тоже два часа езды. То есть вы доберетесь во все страны Европы очень быстро из Мюнхена. И Мюнхенский аэропорт считается уже много лет самым лучшим аэропортом Европы. Я иногда буду смотреть в чат, чтобы посмотреть на вопросы. Я буду вам параллельно отвечать на вопросы, чтобы их не забывать. Стоит ли зимой ехать в Мюнхен? Конечно же стоит. В Мюнхен можно приезжать всегда, потому что Мюнхен очень интересный город. Мы пойдем сейчас дальше, я вам расскажу про Мюнхен. Это зависит от того, конечно, какие у вас интересы, интересы ваших гостей. Очень часто в моих поездках агенты рассказывают, почему их гости ездят в Мюнхен. И большинство отвечают на мой вопрос тем, что гости приезжают по бизнесу. И мне иногда очень обидно это слышать, потому что Мюнхен не только город для бизнеса, это также город для прогулок, для посещения музеев, театров. И как раз я сейчас вам об этом всем расскажу. Вот наша главная площадь, Марин Плац, площадь Марии. Вы видите все досопримечательности. Вот это вот здание, это не церковь, это ратуша, наша главная ратуша. Как раз на этой ратуши вы, когда, если вы были уже в Мюнхене, то знайте, что здесь находятся наши часы, которые показывают не только время, но здесь также три раза в день летом и два раза в день зимой танцуют фигуры прост человека и показывают свадьбу нашего баварского короля. Рядом же находится наша церковь, это праункирхи. Мюнхен, даже не церковь, это собор Божьей Матери. Эти копола не готические, но это готический собор. И обязательно в него тоже нужно зайти. Вообще центр города не такой уж большой в Мюнхене. Должна упомянуть о том, что во Второй мировой войне Мюнхен на 80% был разрушен. Поэтому большинство зданий, когда вы приедете в Мюнхен, они отреставрированы после Второй мировой войны. Также недалеко от Маринплац и от нашего отеля пешком одну минуту находится замечательная улица бутиков, где абсолютно все бренды. Называется эта улица Максимилианштрассе. Что удобно на Максимилианштрассе, что она очень, она небольшая, не широкая. Здесь посередине проходит трамвай. А так вот вы видите уже с левой стороны и с правой стороны вот здесь уже здание. Что удобно мне, что она, как я уже сказала, она маленькая. И вы можете с одной стороны, перебегая на другую сторону, пройти по всем брендовым магазинам. Также ваш, если вы покупаете что-либо в магазинах, вам не нужно носить с собой эти вещи. Все эти вещи вам принесут в отель. Это тоже услуги магазинов. И очень удобно, когда вы заходите в магазин, делаете покупки и идете дальше, не нося с собой эти покупки. Также мое любимое место и находящееся тоже в центре города. Вы это заметите по тому, как вы видите вот этот вот, видите этот собор. Везде увидеть этот собор, это значит, все, что я вам показываю, это в центре города. Это рынок продовольственных продуктов, Виктуаленмак. От нашего отеля он находится 5 минут пешком. Это замечательное место, где вы сможете почувствовать именно жизнь Мюнхена. Туда ходят мюнхенцы, баварцы, гости Мюнхена. Покупать продукты, но также попить пиво, потому что в центре этого рынка есть также биогарден. То есть пивной сад, где вы можете попить пиво, попробовать колбаску, также купить на каком-нибудь лотке сыр и также за этим столом покушать этот сыр, познакомиться с баварцами, с мюнхенцами. То есть это очень-очень такая расслабленная атмосфера. Также на каждом лотке вы можете все попробовать, кто не будет на вас смотреть косо. Этот рынок открыт с понедельника по субботу. Ну, в воскресенье, к сожалению, он закрыт. И тоже должна упомянуть, что в воскресенье все магазины в Мюнхен закрыты, потому что Мюнхен, он столица Баварии, а Бавария – это католическая земля в Германии. И поэтому в воскресенье, ну как по традиции, все ходят в церковь. И хотела тоже вам сказать, что Мюнхен – это очень традиционный город, и он живет своими традициями. И вы очень часто на улице встретите баварцев, одетых в национальные костюмы, которые они не носят просто для того, чтобы показаться, что они баварцы. Нет, это просто их нормальная одежда. Они до сих пор носят свои национальные костюмы. Я вижу тут следующий вопрос. Есть ли много в Мюнхене беженцев? Да, ребят, это очень-очень интересный вопрос, потому что мне задают его очень часто. Смотрите, какая ситуация сейчас в Мюнхене? И вообще, какая всегда была ситуация? Беженцы приезжают в Мюнхен не сами, то есть их везут из каких-то городов в Мюнхен на поезде, на автобусах. Их привозят, распределяют по селам. Я не хочу опоминать это слово лагеря, но это как лагерь. И они переходят в эти лагеря и живут там в закрытых зонах. Они не ходят по улицам. То есть, чтобы им получить статус беженца, это длится где-то один год, и они не получают все этот статус беженца. Те, которые получают статус беженца, они селятся в домах отдельных, но не в центре города, это за городом, и особенно в селах. Потому что вы должны представить себе так, Мюнхен. Мюнхен – это самый дорогой город в Германии. Чтобы даже этому беженцу купить себе булку где-нибудь в кондитерском, кондитерском, у него просто не хватит на это денег. Он не сможет прожить в Мюнхене на эти деньги, которые им дает государство. Поэтому они живут в своих закрытых, как говорится, гетто и общаются между собой, но по городу они не ходят. Если вы увидите по городу, конечно, это не без этого, это в каждой городе Европы есть попрошайки, которые сидят и просят деньги, но это не беженцы, это те, которые приезжают из Восточной Европы, из Европейского Союза и сидят, просят милостыни. Но беженцы, которые официально у них есть статус беженцев, они не ходят по улице. Поверьте мне, я живу в Мюнхене, это абсолютно не опасно. Мюнхен – один из самых безопасных городов в Европе. Поэтому приезжайте, посмотрите, почувствуйте сами. Я надеюсь, я объяснила и ответила на ваш вопрос. Если у вас еще дополнительные вопросы по этому поводу есть, пишите, пожалуйста. Мы переходим к следующему слайду. Хочу представить, вы видите опять, что это в центре города. Видите, это наш главный собор. Это замечательный английский парк. Почему английский? Потому что его как раз вот, когда его закладывали, этот парк, 300 лет назад, в Англии очень была распространена культура этих парков. Поэтому назвали английским парком. Кстати, это единственный, естественный парк в центре города, по всему миру. Именно естественный. То есть вам природный парк. Нужно это запомнить. Здесь деревья не сажались специально. В этом парке, то есть сохранили от какой-то территории в центре города, которую абсолютно не трогали уже 300 лет. За ними ухаживают, за деревьями, за клумбами, за травой. Но специально это деревья, как я уже говорила, не сажали. У нас в этом парке есть много деревьев, которым по 300-400 лет. И вы видите, какой он большой. 4 километра, квадратных километров. То есть, например, от нашего отеля идти пешком 10 минут до этого парка. Вы можете прийти в этот парк или приехать на велосипеде и провести здесь целый день. В этом парке 6 пивных садов. У меня есть еще один слайд. 6 пивных садов. Вот особенно называется Китайская башня. Пивной сад возле Китайской башни. Вот вы видите башню, она как китайская. 6 пивных садов. Одно озеро, где вы можете покататься на лодочке. И можете... Возле озера тоже есть пивной сад. Вы можете посидеть, попить пиво. Те, кто не знает, как это функционирует, пивной сад, эта традиция, кстати, только в Баварии. Есть только в Баварии в Германии. У всей Германии этой традиции нет. В Германии много пива. Но именно баварское пиво, почему оно так ценится? Это потому, что не только солод важен, а важна вода. Вода у нас используется для пива горное. Поэтому база для хорошего пива – это самая первая вода. Поэтому баварское пиво такое вкусное. Зимой в парках... Отвечаю на вопрос Алены. Зимой в парках все открыто. Конечно, пивные сады закрыты. Но погулять там всегда можно. Вы можете пройтись, посмотреть. Есть птицы, очень много птиц. Озера, они, конечно, замерзшие, если это минус температура. Но там очень-очень красиво, когда лежит снег, и все заснежено, и выходите, и просто наслаждаетесь природой. Очень хочу упомянуть наши музеи. В Мюнхене очень много государственных музеев и приватных музеев. Хочу упомянуть нашу старую пинокотеку. В старой пинокотеке находится самая большая коллекция именно средневекового искусства. Самая большая коллекция в Европе. Да, я не боюсь этого сказать, это так и есть. Поэтому, если у вас есть гости, или вы сами интересуетесь средневековым искусством, вам обязательно нужно приехать в Мюнхен и прийти в старую пинокотеку. Конечно же, есть и современная пинокотека, и новая пинокотека. И все это находится вместе. Все три музея находятся рядом. Тоже в центре города. От Мариен Плац ехать на машине где-то 10 минут. То есть все в черте старого города. Еще хотела бы вам показать один из самых моих любимых музеев. Это галерея Ленбаха. Почему я его так сильно люблю? Потому что там находится коллекция экспрессионистов. Экспрессионизм, он возник как раз в Германии. И одним из подвижников экспрессионизма немецкого был Кандинский. Василий Кандинский, русский художник, переехал в Мюнхен и преподавал в Мюнхенской художественной академии. И очень долго жил под Мюнхеном. Я покажу вам потом то место, где он жил. И был членом художественного клуба «Синий всадник». Те, кто интересуется развитием искусства Кандинского, обязательно должны приехать в Мюнхен и в его окрестности и посмотреть его работы. Просто для себя откроете нового Кандинского. Очень интересно. И как раз в этой галерее большая коллекция именно этих художников этого клуба «Синий всадник». Наверняка многие знают, что BMW – это… что Мюнхен – это родина BMW. BMW расшифровывается в «Байрше машиненвяке», то есть BMW – это как раз аббревиатура «Байрше машиненвяке». Слева вы видите – это музей BMW, куда вы можете зайти и посмотреть именно развитие всех машин BMW с самого начала до самого конца. Также рядом есть «Мир BMW», где вы можете даже сесть за новые модели BMW и посмотреть, как они устроены. Я лично вам рекомендую сходить обязательно на завод BMW. Он находится рядом возле музея BMW. Эта экскурсия, ее нужно бронировать заранее. Она проходит 2,5 часа, и вы с работником завода проходите весь… не весь завод, но большую его часть, и смотрите, как конструироваться машины, как их красят, как делают салоны, как их тестируют. То есть вы увидите почти всю конструкцию машины BMW. И вы знаете, для меня лично, когда я участвовала в этой экскурсии, было открытием того, что, когда вы заходите на завод, все очень модернизировано и роботизировано. Вы как будто бы находитесь в каком-то фильме будущего. Абсолютно не видно людей на этом заводе. Вы только видите роботов или тех людей, которые управляют этими роботами. Это очень интересно не только для мальчиков, но и для девочек тоже. И чтобы пройти на эту экскурсию, обязательно нужно одевать удобную обувь, потому что вы ходите по заводу. Если у вас будут какие-то вопросы по бронированию именно этой экскурсии, обращайтесь, обязательно сделаем. Это все можно сделать через наших консьержей. Отвечаю на вопрос Алены. Кандинский в новой пинокотеке. Да, он есть тоже, но пару его работ есть в новой пинокотеке, но самая большая его коллекция находится именно в галерее Ленбаха, потому что там находятся как раз те немецкие экспрессионисты. И я еще расскажу, где есть его работы. Они находятся в том маленьком селе, где он жил под Мюнхеном. Всем очень рекомендую, особенно гостям, которые приезжают с детьми в Мюнхен, сходить в наш зоопарк. Я просто очень люблю ходить в зоопарки, когда я приезжаю в какие-то другие города. И вы знаете, очень интересно наблюдать, в каких условиях живут животные. Вот вы видите, посмотрите на вот эту картинку, где девочка гладит козлика. Когда вы заходите в Мюнхенский зоопарк, то сразу по правой стороне есть такая территория, где эти животные, например, козлики, овечки, они бегают свободными, и могут дети зайти, покормить их и погладить. Это детям всегда очень нравится, ну не только детям, но и взрослым тоже. И еще показатель условий жизни животных в зоопарках является тем, что когда рождаются новые животные в зоопарке, это как раз тот показатель, что им хорошо живется. А именно в Мюнхенском зоопарке рождается очень много новых животных. Отвечая на вопрос Елены, зоопарк и те гартен – это разные два места. Есть в Берлине те гартен и зоопарк – это два разных места. В Мюнхене те гартен – это, вы знаете, есть слово на немецком «со», то есть это «зу» по-английски, это зоопарк. И те гартен, те гартен по-немецки «зоопарк», то есть в Берлине они различили два разных места, а в Мюнхене вы это можете назвать те гартен и «со», то есть и зоопарк, и те гартен. Но это одно место. В Мюнхене один зоопарк, в Берлине два. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Еще очень интересная причина, почему гости приезжают в Мюнхен. По медицине, вы знаете, у нас очень развита именно медицинская, медицинский туризм развит в Мюнхене, в Берлине тоже развит, но я объясню вам разницу между медициной в Мюнхене и по всей Германии. Смотрите, дело в том, что почему в Мюнхене лучше медицина. Во-первых, Мюнхен, как я уже говорила, самый дорогой город в Германии и также самый богатый. Почему он самый богатый и дорогой? Потому что у нас очень много предприятий, как BMW, как Siemens, очень много IT-предприятий, которые в баварскую кассу приносят деньги, то есть они платят налоги. И поэтому как раз в Баварии и в Мюнхене очень много именно научных исследований. И самые новые технологии появляются именно в Мюнхене. Большинство нобелевских лауреатов именно по физике, по химии, как раз именно, если это из Германии, они как раз находятся в Мюнхенском университете. То есть все исследования, все новшества, которые появляются в Германии, они из Мюнхена. Это во-первых. Во-вторых, когда в Германии кто-то учится на врача, если вы учитесь в Берлине, например, и вы закончили университет на врача, то есть у вас медицинское образование, вы не сможете сразу работать в Баварии. То есть вы захотели приехать в Мюнхене работать в Баварии. Вам нужно еще сдать дополнительный экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию. Когда вы сдаете экзамен в Мюнхене, то вы сразу по окончанию университета можете работать по всей Германии. То есть вы видите, что квалификация, даже образование в Мюнхене выше, чем по всей Германии. Отвечая на вопрос Риммы, кому можно обращаться по вопросам поиска клиник, Дело в том, что я, как сотрудник отеля, не имею права вам рекомендовать клиники, потому что у нас просто были парочку таких вот случаев, что мы какого-то врача или клинику посоветовали гостю, гость пришел и сказал, что мне не понравился этот врач, или мне не понравилась эта клиника, и куда вы меня послали, это все ваша вина. То есть мы не берем на себя эту ответственность, поэтому если вам нужны будут какие-то рекомендации по этому поводу, мы можем посоветовать вам именно медицинских посредников, которые занимаются этим, которые могут с вами связаться и могут с вами общаться по этому поводу. Но мы, как отельные сотрудники, не имеем права вам рекомендовать какого-либо врача. Я надеюсь, я вам ответила на этот вопрос. Это все было про Мюнхен. Я очень коротко расскажу вам про Баварию. Если вы приезжаете в Мюнхен, то, пожалуйста, конечно, в Мюнхене можно провести 2-3 дня, посмотреть на музей, посмотреть в театр. Сходить, конечно, тяжело, потому что театры в большинстве говорят на немецком, но я вам очень-очень рекомендую сходить в нашу оперу и балет. Раньше, скажу вам честно, Баварский балет – это было что-то ужасное, это было невозможно смотреть. Мы все, мы привыкли к русскому балету, именно к нашей традиции, и хочу сказать, что русский балет, конечно, находится на первом месте в мире, но прошлого года у нас находится, именно в нашей Баварской опере и балете, есть главный интендант, который заведует именно балетом, и он русский, и он поднял, господин Зеленский, и он поднял балет Баварский на такой уровень, который можно сейчас сравнивать именно с уровнем Большого театра в Москве. Поэтому вам очень-очень рекомендую, если у вас есть любители балета и оперы, советовать приезжать в Мюнхен и смотреть наши спектакли. Это серьезно, очень интересно, красиво и просто замечательно. Расскажу вам немного об аварии. Когда вы приезжаете в Мюнхен, как я уже сказала, вы проводите время в городе, но обязательно, обязательно вам нужно выехать посмотреть на Баварию, потому что это одно из самых замечательных мест на Земле. Вот то, что я вам показываю, вот эта вот карта, это не Германия, это именно карта Баварии. И вот там, где как раз заканчивается эта вот водичка, вы видите, сколько вот здесь вот таких вот голубеньких пятнышек. Как раз эти голубенькие пятнышка, а это как раз верхняя Бавария, мы говорим все время, что верхняя Бавария, это там, где Альпы, а нижняя Бавария, вот она, это уже в направлении на север Германии. И вот как раз в верхней Баварии, вы посмотрите, сколько у нас озер. И они все очень красивые. Вот, например, одно из самых красивых озер, оно находится вот здесь, поблизости к Сальсбургу, называется Королевское озеро. Это озеро с питьевой водой, с питьевой водой, где ездят только электрические лодки. И в любое время года вы можете сесть на лодочку и покататься на этом озере, посмотреть на горы, это очень-очень красиво. Отвечая на вопрос, Наталья, где у вас можно покататься на лыжах, у нас можно покататься на лыжах в гармише. Сразу скажу, в гармише горы невысокие, то есть это для начинающих. Для профессионалов я лично советую вам ехать дальше в Австрию. Потому что в гармише все-таки, это для тех, кто начинает кататься, может научиться, там уже есть конструкторы на русском языке, можете себе заказать конструкторы на русском языке, и научиться именно там кататься. А потом дальше, когда вы хотите повысить квалификацию, тогда уже ехать в Австрию. Также, конечно, в Баварии, и Бавария знаменита своими замками. Вот опять карта всей Баварии. И посмотрите, сколько замков. Вот красным шрифтом это написаны города, а нормальным голубым шрифтом это именно замки. Посмотрите, сколько замков в каждом городе есть. То есть вы можете, особенно в Верхней Баварии, вы можете провести целую неделю и посмотреть эти замки. В самом Мюнхене вы видите, сколько замков. В черте города. Вот, например, самый знаменитый, это Немфенбургский замок, он в черте города. Это была зимняя резиденция Баварских королей. Знаменитый замок Нойшвандштайн. Он находится в полтора часа езды к Мюнхену. Сейчас тут здесь я показываю стрелочкой. Вот этот тоже красивый замок, Линдахов, находится рядом с Нойшвандштайном. Я советую вам поехать на один день в Нойшвандштайн, посмотреть его, и на обратном пути обязательно заехать в замок Линдахов, посмотреть, и вернуться в Нюнхен. То есть вы видите, что можно посмотреть много-много мест, что в Ваварии посетить. И вот как раз тот, извините, я отвечу еще на вопрос, а зимой возят на экскурсии в Нойшвандштайн? Конечно, Анжелика, возят на экскурсии в Нойшвандштайн. И вы знаете, что замечательно с этим замком? То, что Нойшвандштайн, он красив в любое время года. И зимой, и летом. То есть, когда этот замок стоит весь в снегу, это поразительно, серьезно, это очень красиво. Там есть маленький мостик, вот именно с этого мостика нужно смотреть на этот замок. И, конечно же, можно туда зайти. А вот это вот как раз то место, которое я хотела вам показать. Это очень замечательное место. И вот, кстати, знают не все туристы, туда мало туристов ездит. Это как раз тот городок, где жил Василий Кандинский. Он называется Мурного. Ехать в Мюнхене 20 минут всего лишь на машине. И вот то, что вы сейчас видите, это не озеро. Это болото. Вот оно сейчас... Забыла слово по-русски, как называется. Вот это вот болото. И вы когда там стоите и смотрите издали, вот это вот все, вы видите, что здесь ничего не растет. То есть это болото, а потом идут Альпы. Это очень-очень красиво. И вот вы можете себе представить, что все вот эти вот краски, они повлияли на искусство Кандинского и вот на эту краску художников группы «Синий всадник». То есть когда вы увидите немецких экспрессионистов и их работы, то вы увидите именно краски товарий. Кстати, в Мурнау до сих пор находится домик. Это сейчас музей. Домик, где жил Кандинский со своей немецкой женой. Вы можете туда зайти и посмотреть, как они там жили. И что интересно, не буду вам все рассказывать. Если вы туда с вами пойдете, вы увидите, что та же лестница, стульчики, все были рисованы какими-то узорами. Это все сделал Кандинский. Это до сих пор еще сохранилось. Обязательно, обязательно зайдите в этот музей. И это будет, это очень интересно, кто особенно интересуется искусством Кандинского. И еще в Мурнау самое вкусное белое пиво. Там тоже его можно попробовать. И вот как раз это болото, которое я говорила. Вот вы видите, это болото. Почему не растет? И как раз за ним. Это вы все можете увидеть именно в Мурне. Очень красивое место. В Гаварии, как я уже сказала, 20 лет в год. Это был последний слайд. Я надеюсь, вам понравился мой рассказ о Баварии и Амельхине. Если у вас будут дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста. Мы тогда переходим к презентации именно нашего отеля Мандарин Ориентл. Я сначала вам покажу видео о наших отелях, всех отелях Мандарин Ориентл. И потом покажу вам презентацию нашего отеля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще самое хорошее Например, Парижский Мандарин Ориенту искал 10 лет где построить здание для отеля 10 лет не могли найти такое центральное расположение Сейчас уже пять лет Парижский Мандарин Ориенту находится на Ру-Сент-Энерэ там 7 минут пешком и недалеко от Лу-Вра Тоже очень специально Вот расположение нашей цели. Я вам уже говорила, вот здесь все проявилось, а вот здесь. Расскажу о наших будущих планах. Вот вы видите наше здание. Здесь напротив, с правой стороны, у нас парковочный дом. Парковка такая из четырех этажей. Мы ее будем сносить в очень скором времени и будем строить второе здание, в Кандарин-Уренте, то есть мы будем расширяться. Об этом я буду вас информировать. То есть когда мы начнем строить новое здание, то всегда берите снаряд. И два здания будут соединяться воздушными мостами, двумя воздушными. Внизу мы не можем соединять два отеля, потому что у нас до сих пор под нашим зданием находится старая стена Мюнхена 12-го столетия, поэтому мы ничего не можем менять в подвале. Мои коллеги, когда придут переодеваться на работу, там у нас раздевалки, они каждый день едят в старую стену. Вот наши номера. Все номера выполнены в одном и том же стиле. Различаются они только по планировке и по размерам. У нас три категории номера. Суперия, Делакс, Мандарин. А потом начинаются свиты. Джунио свиты и большие свиты. Вот это вы видите, это Мандарин-Рум. То есть в номере еще есть зона, где можно сидеть, и как спальня. Спальня, имею в виду, что спячая зона, и где можно поспать. Мандарин-Рум, кстати, я рекомендую для всех, кто тоже приезжает с детьми. В Мандарин-Рум мы ставим также дополнительную кровать. И он до 52 квадратных метров. То есть когда вы делаете запросы в отель, обязательно обращайте внимание не только на цену, но и на квадратуру номеров. Потому что наши номера иногда имеют такой же размер, как джунио свиты в других отелях. В каждом номере у нас паркет, пешневый паркет. То есть еще тот паркет, который был в 1875 году. Мы его обновляем, конечно же. Очень светлые номера, очень много окон и света. И до четвертого этажа у нас высокие потолки. Три восемьсот. Очень. Хочу упомянуть, что в нашем отеле в каждом номере, независимо от категории, мини-бар включен в цену. И также вы можете запрашивать, чтобы был включен завтрак. У нас если по приезду вы приезжаете и не заказали завтрак заранее, то вы платите 44 евро за завтрак на человека. А когда вы заказываете такой вот breakfast package, пакет с завтраком, он стоит 25 евро на человека. То есть очень выгодно. Наши свиты, особенно президентский свит, с видом на старый город, зимний сад, и вы видите, что есть собственная терраса. У нас два свита, то есть президентский свит и ориентал свит с собственной террасой. И два джуниор свита тоже с огромной террасой. Если вам нужен джуниор свит с террасой, пожалуйста, вспоминайте это в запросах. Мы обязательно постараемся вам все сделать для ваших гостей. И вы заметили, что президентский свит совсем в другом стиле, чем номера. Да, президентский ориентал свит, они выполнены в другом стиле. Вот другие свиты, вот джуниор свит. Один единственный, у нас есть мандарин джуниор свит. Он большой, очень рекомендую его для семей, потому что здесь большой зал, где раскладывается диван, можно детей положить, и отдельная спальня для родителей. Он 80 квадратных метров. И тоже очень интересный свит, это фоно свит. Он находится в башне, может быть, вы заметили, в нашем здании есть башня, и на каждом этаже есть башенный свит, tower-свит. На шестом этаже этот свит называется фоно, потому что кровать находится именно в башне. Вот смотрите, сколько окон в спальне. Там отдельная спальня и зал. И какой свет. Отвечая на вопрос, какой у нас завтрак, на вопрос Алены, завтрак у нас разный, то есть вы приходите на завтрак в ресторан, у нас буфет, но сразу скажу, буфет маленький, потому что лучше всего, мандарин Уренпу хочет отказаться от буфетов, потому что когда продукты стоят на буфете, они через час уже становятся не такие свежие, поэтому мы все делаем а-ля карт. То есть вы приходите на завтрак, стоит меню, и вы можете все заказать по меню. Свежие фрукты, продукты из яиц, блюда из яиц, блинчики, все, что хотите, это все заказывается экстра, но входит в цену, но просто все вам делается а-ля меню, то есть сразу по заказу, а не стоит в больших тарелках, в которых вы все берете, и это уже стоит, может быть, полчаса или 40 минут, поэтому, и у нас на завтрак тоже подаются баварские сосиски, то есть баварский завтрак, это белые сосиски и пиво, это вы тоже можете заказать, и также шампанское подается. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. В нашем отеле на крыше есть терраса, единственная отельная терраса с панорамным видом на гору, то есть вы, когда заходите на террасу, вот ее вход, у нас здесь маленький ресторанчик, потом вы поворачиваете, и там у нас бассейн с отапливаемой водой, где вы из бассейна можете наслаждаться видом на гору. В хорошую погоду наши террасы, видны Альпы. Также весь город, все достопримечательности, то есть если вы приехали только на один день в Мюнхен, и у вас нет времени ходить по городу, обязательно нужно подняться на террасу и посмотреть на город, вы увидите весь Мюнхен. Терраса и бассейн открыты летом, к сожалению. Зимой вы можете просто выйти и посмотреть террасу на город, что замечательно, когда вы встречаете Новый год у нас в отеле, то все, кто встречает Новый год, в 12.00 поднимают на нашу крышу с шампанским и смотрят на фейерверк во всем городе. То есть мы сами фейерверк не делаем, потому что это опасно, но вы, стоя на нашей крыше, видите весь фейерверк в городе. Это очень красиво. Да, конечно, есть у нас, случайно вопрос, Елена, есть у нас программа, у нас ужин в нашем ресторане, о котором я сейчас сразу расскажу, и после ужина у нас, конечно же, праздник, праздничество, пати, и потом в 12.00, когда бьют куранты на наше, именно вот это, на этом соборе, все поднимаются наверх и смотрят на салют, и потом отпускаются вниз и дальше празднуют. Как раз наш ресторан, о котором я хотела рассказать, называется он Мацухиса. Этот ресторан также знаменит под названием Нобу. Всем известный Нобу от этого господина Набаюки Мацухиса. Вот он, это японский шеф. Итак, у него есть два ресторана, два проекта. Мацухиса – это его ресторан, Signature Restaurant, а Нобу он вместе делает с Роберт Де Ниру. И если вам известно, то Мацухиса, он всегда находится в самых лучших отелях города. То есть Мацухиса всегда находится в отелях, а Нобу стоит отдельно. Ну, тоже может быть в отеле, но Нобу может быть тоже как отдельный ресторан. И два года назад мы подписали договор с господином Нобаюки Мацухиса, чтобы он открыл свой ресторан в нашем отеле. Это японо-перуанская кухня. Почему перуанская тоже? Потому что господин Нобаюки Мацухиса, он вообще японец, но он жил, живет в Америке. И когда у него был свой ресторан Мацухиса, у него был постоянный гость, который приходил к нему в ресторан, и однажды его спросил, Нобаюки, ты так хорошо готовишь, хотел бы ты поехать ко мне в мою страну и поработать на меня. Он говорит, это где? Он говорит, это в Перу. И он согласился и поехал на несколько лет в Перу. И жил там, и после того, как он вернулся из Перу в Америку, он создал свою кухню. То есть он готовит японские блюда, но с перуанскими приправами. То есть, например, он использует вот эти вот перчики халапена, которые абсолютно не присутствуют в японской кухне, но он их использует для того, чтобы придать чуть-чуть пикантности и его блюда. То есть мацухиса знаменита, кто еще не был в Ноб, обязательно сходите, попробуйте. Мацухиса знаменита тем, что у него, у этого повара, очень интересные соусы, к рыбе особенно. И его знаменитая рыба, это треска, черная треска, очень вкусная. Она маринуется 24 часа и очень потом медленно готовится. Это очень вкусно, это очень нежная рыба. И если вот посмотреть на его меню, из семи блюд, его омаказе меню, омаказе, это значит family style. Ставится, как вы знаете, в базе, ставится все вместе, и потом все делятся, делятся всеми этими блюдами. У него суши находится на пятом месте, то есть до суши вы едите только белки и абсолютно нет никаких углеводов. То есть рыба, мясо, салаты, ну нет вообще никаких углеводов. И на пятом месте, то есть как пятое блюдо, идет у него суши. Суши – это первые углеводы, то есть рис, которые появляются в его меню. То есть суши закрывает желудок, то есть вы именно суши наедаетесь, а до этого вы наслаждаетесь. То есть если вы съедите меню из семи блюд, то вы абсолютно не будете, знаете, иногда в ресторанах семь блюд съешь, станешь и чувствуешь, что много съел. А вот у него как раз чувство легкости. Но вы наелись, чувство легкости. Отвечая на вопрос Виктории, есть ли у нас ресторан европейской кухни, у нас есть лаунж, то есть в лобби есть лаунж, где европейская кухня, но это не ресторан, это как лаунж. И сейчас у нас в баре на зимнее время открыт баварский ресторан. Можно вечно покушать баварский. Это тоже фотографии из ногу. Смотрите, вот особенно этот стол в ресторане, как раз в башне, где можно сесть, 13 человек можно посадить, как бы у вас такое маленькое сепарение. и есть как шеф-стейбл. Вы можете сидеть за ним и смотреть, как готовится суши. Вот наш бар. Здесь как раз, как я уже упомянула, мы сейчас его сделали по-зимнему, то есть украсили по-зимнему, и сейчас мы продаем баварскую кухню. Очень красиво. И очень хорошая атмосфера, как в горах. Мы тоже на окна делали фотографии, как в горах, как будто вы находитесь в каком-то шале. Очень вкусно. И вот наш лаунж. Я покажу сейчас стрелочку. Вот здесь у нас ресепшн. Это вот лестница подниматься в ресторан. А здесь у нас лаунж. Здесь подается европейская кухня. Ну, лаунж для нас, вы знаете, это как наша гостиная. Сюда спускаются гости, пьют чай. У нас же так же есть традиция актинунти, как и в Лондоне. То есть можно попить чай, покушать тортики, кексики. У нас вообще любят старенькие баварцы, бабушки, они любят в 4-5 ходить на кофе, на чай. Вот, а у нас, конечно, приходят много знаменитостей и, конечно же, наши гости. Они здесь могут быть чай, кофе и что-нибудь хорошее. Вот вы видите, здесь тоже камин, такая хорошая атмосфера. Вы знаете, когда вы заходите к нам в отель, вы никогда не увидите массы людей, потому что, во-первых, отель маленький, как я уже спал, 73 номера всего лишь. но у нас нет набегов от этих масс. Даже в лобе, когда вы заходите и в лаунж, все вот так хорошо распределено, что нет много людей. Вы никогда не увидите так много людей. Отвечаю на вопрос, Марина, есть ли у нас спа-центр. Именно традиционный Мандарин Ориентл спа, наверняка вы знаете, что Мандарин Ориентл знаменит своим спа. И первый, кстати, спа при отеле придумал Мандарин Ориентл в Бангкоке. Это было где-то лет 30 назад. Мандарин Ориентл в Бангкоке был знаменитый генеральный директор, он как раз был там 30 лет. И он однажды увидел, что гости отеля ходят куда-то, чтобы их массировали. И он говорит, я не знаю, какой там им предоставляют сервис. Поэтому он начал именно с массажей в отеле, и потом начал это развиваться именно в концепт, в такой концепт, в концепт спа. И это был первый отель, в котором изобрелся этот концепт спа. И Мандарин Ориентл знаменит своим Мандарин Ориентл спа. Но у нас, к сожалению, нет этого именно Мандарин Ориентл спа. Он будет в новом здании. Но так как у нас здание маленькое, у нас просто нет места. Но рядом, вот где у нас ресепшн, на другой стороне, когда вы заходите, у нас за этой стеной, у нас там вход в отель, по правой стороне у нас есть салон красоты, где есть два кабинета спа, где можно сделать массаж, а также маникюрный и паркмахерская. Маникюрный салон и паркмахерская. То есть можно все сделать в этом салоне красоты. Также все это можно заказать в Мандарин Ориентл. Там также есть русскоговорящий сотрудник. Кто интересуется мероприятиями, у нас тоже есть три зала для мероприятий. Они небольшие, 30, 50 и 70 квадратных метров. Здесь можно тоже организовать или какое-нибудь совещание, или ужин. Если вы, например, не хотите сидеть в нашем общем ресторане, вы также можете отдельно в одном из залей сделать ужин. И находится он на том же этаже, как перестанет. И еще фотографии нашего бассейна на крыше. Видите, какой вид бассейна. Тренажерный зал как раз напротив где салон красоты. И можно тоже заказать персонального тренера в тренажерный зал. Вообще-то это все про наш отель. Есть ли у вас какие-то еще вопросы? Я с удовольствием на них отвечу. По-моему, еще не только в чате, но и в вопросах был вопрос. Есть ли в Мюнхе какие-то фестивали, кроме автоба? Да, конечно. Очень много фестивалей. Напомню, что я рассказывала уже о нашей опере. Есть очень много симфонических фестивалей. Также есть фестиваль. Вы знаете, об этом, кстати, почти никто не знает. У нас летом три недели проходит фестиваль средневековья. Он называется Кальтенбергский рыцарский турнир. Это очень-очень круто. Вы не представляете, это 40 минут езды от Мюнхена. Вы туда едете, в этот Кальтенберг, приезжаете, как будто вы в средневековый город. Вообще, в Германии много средневековых городов, но это даже, вы знаете, такая территория, где все ходят в это время в средневековых костюмах, и в это время вы можете посмотреть на этот рыцарский турнир. Он очень долго идет, где-то полтора часа, и это, вы знаете, как настоящий рыцарский турнир. Они, конечно, не убивают там друг друга, но они именно дерутся за принцессу на настоящих лошадях, с настоящими копьями, и это замечательное шоу, всем рекомендую ездить и посмотреть, вот особенно любителям средневековья. Можно сходить на котеку, посмотреть коллекцию средневековья, и потом на этот фестиваль. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь. Также не забывайте, что и Леголанд от нас недалеко, то есть кто едет в Леголанд, останавливается в Дюнхене. И я смотрю, на какие у вас есть еще вопросы. Спасибо, я очень рада, что вам понравилось, что Бавария вам понравилась. Вы знаете, я просто с любовью рассказываю про Баварию, потому что, живя здесь, наслаждаясь этим местом на земле, это замечательное место. Особенно люди у нас все очень сердечные. А в каком месяце? Вы имейте в виду этот вот рыцарский турнир. Он в июле месяц. Да, рыцарский турнир, он в июле месяц. Обязательно нужно приехать. Просто посмотрите на сайт Кальтенберга рыцарский турнир. Это Рита Тульнир. Обращайтесь, пожалуйста, к девочкам из Alacart Travel. У них есть все мои контакты. Если у вас какие-то будут вопросы, пишите, обязательно, обязательно вам отвечу. Вам спасибо, спасибо за внимание, за интерес. Приезжайте к нам, очень будем ждать. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова